Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что это очень правильно рассматривать состояние фертильности и здоровья, как мужское, так и женское, наверное, на совместных каких-то конференциях, потому что понятно, что эта проблема обоюдная, проблема пары, и именно в этом контексте она и должна рассматриваться. А можно включить презентацию? Презентацию включить, пожалуйста. А на самом деле, слушая сегодняшние первые доклады, я поймался на мысли, что построил с позиции свой доклад именно тех, наверное, узких мест в этой проблеме, которые касаются, с одной стороны, непосредственно конкретной пары конкретного человека, а с другой стороны, мы должны понимать, что то, о чем мы говорим, имеют очень большие социальные популяционные последствия, о которых мы почему-то на сегодняшний день пока говорим мало, или боимся говорить, или это невыгодно об этом говорить. Ну вот, например, журнал Men's Hells, который хорошо известен среди мужчин, мы в свое время провели достаточно большой просмотр этих номеров за несколько лет, более около 10 лет, у них есть регулярная страничка о мужском здоровье, где всему посвящено, как бы статьи есть, и сексуальности, и там предстательные желези, и так далее, но ни одной статьи онкологии посвящено не было. Действительно, люди просто не хотят об этом слышать, не хотят об этом читать, это просто тяжелая информация, которая для них неинтересна до тех пор, пока гром не грянет. На самом деле, это же касается и специалистов-онкологов, но с обратной стороны, что их не интересует в этой ситуации чаще всего эта сторона жизни их пациентов, потому что она якобы отступает на второй план. На самом деле, на сегодня понятно, что онкология – это хроническая болезнь во многих локализациях, и она не должна ограничивать адекватную жизнь пациентов, и нельзя, наверное, в первую очередь превращать их в жизнь, в лечебный процесс, потому что если рассматривать с этой стороны вообще нашу работу, то она абсолютно бессмысленна, потому что служит только нам. Поэтому это очень важные, наверное, аспекты, о которых мы говорим сегодня, и, в принципе, аспекты качества жизни, которые важны для наших пациентов. Если говорить о мужском здоровье, выделяют основных пять сфер – это фертильность, это гипогонадизм, это мужская контрацепция, это эректильная дисфункция, ну и мужское как бы ментальное. А если говорить о… Кстати, а где у мужчины ментальное? Кто знает? Ментальное у мужчины где? Да. У мужчины ментальное, правильно, в голове, а у женщины? Нет, а у женщины в сердце, поэтому мы очень отличаемся. Так вот, если говорить об онкологии, то на самом деле нас интересует действительно фертильность, интересует гипогонадизм и эректильная дисфункция. Если про гипогонадизм у пациентов онкологических, в общем-то, вообще достаточно мало информации, и мы в основном, конечно, сводимся к двум проблемам. Это проблема с фертильностью и проблема эректильной дисфункции. То, что, наверное, наибольшей степени интересует. Ну и плюс понятно, что проблемы фертильности, проблемы, точнее, гипогонадизма, гипогонадизма, они, в общем-то, решаются, наверное, в этой ситуации достаточно просто, при необходимости, за счет гормонозаместительной терапии, которая на сегодняшний день доступна, понятно, и ее можно проводить у тех пациентов, которые лишились функции яичек в плане выработки тестостерона. Ну и понятно, что достаточно много факторов, которые влияют на фертильность у мужчины. Нас интересует основной экзогенный фактор, воздействие, в частности, лекарственных претератов, лучевой терапии, а также хирургического лечения на возможность мужчины иметь детей. Ну, в том числе хирургические манипуляции, которые мы достаточно активно и агрессивно используемся. Если говорить о детской заболеваемости, то она достаточно высокая. Все эти дети, многие из них будут излечены, очень многие будут излечены, и когда они повзрослеют, они столкнутся с вопросом деторождения, с вопросом сексуальной жизни, с вопросом, в том числе, и гипогонодизма, и у них эта проблема достаточно актуальна. При том, что, насколько мне известно, об этом как раз педиатры и онкологи говорят меньше всего. И если даже у нас в центре, у этих детей никакого разговора о сохранении фертильности в последующем не ведется на сегодняшний день. И нет ни одного регламентирующего документа, который бы позволили забрать сперму у мальчика, например, 10, 11, 17 лет, потому что он еще считается ребенком. Нет такой возможности юридической. То есть эти дети на сегодняшний день обречены на то, что у них не будет потомства в будущем, после того, как они пройдут полностью курабельную терапию. То есть они полностью будут излечены от этого заболевания. Конечно, это в основном различные варианты лимфом, ликозов. Это рак яичка, ну и в том числе меланома в определенных, естественно, стадиях. Ну вот основное, конечно, касаемое детей и касаемое молодых мужчин – это вот эти нозологи, о которых чаще всего и говорят. Так вот, конечно же, сегодня возможна фертильность, хотя понятно, что эффективность радикального лечения часто зависит от ее агрессивности. И чем выше агрессивность, тем, естественно, вероятность потери фертильности намного выше. Если говорить о здоровой сперме, то на сегодняшний день приведены вот такие показатели в рекомендациях. На самом деле, если посмотреть исторически, они постепенно снижаются у белого населения. Уже все меньше и меньше необходимо сперматозоидов, как по числу, так и по их качеству, для того, чтобы войти в эту норму. Но на самом деле это все игра цифр. Самое главное – это частота все-таки беременности, которая, конечно же, зависит от двух партнеров. И мы просто население подтягиваем, точнее, мы цифры подтягиваем к населению, к тем изменениям, которые происходят. И об этих причинах я скажу несколько ниже. Если говорить о хирургических воздействиях при онкологических вмешательствах, конечно, это в основном то, что касается уроонкологии. Это трансуртральная резекция предстательной железы, мочевого пузыря, забрюшинной лимфоденоктомии с нарушением нервных структур и хирургия малого таза. В абсолютном большинстве приводят к потере фертильности вследствие того, что нарушается как механически проходимость выводящих путей для сперматозоида, так и функциональное нарушение – это ретроградная эвакуляция. Это часто у пациентов, которые по поводу рака яичка переносят достаточно обширные, раньше профилактические забрюшинные лимфоденоктомии, от которых сейчас отказались, но и в том числе циторедуктивные лимфоденоктомии, когда мы после химиотерапии удаляем огромные конгломераты забрюшинных масс, естественно, при этом не сохраняются никакие нервные сплетения, вследствие чего абсолютное большинство из них имеет ретроградную эвакуляцию. Также любые вмешательства на органах малого таза, на мужских половых органах, они приводят к тому, что пересекаются семеноносящие протоки, что также нарушает функцию. Ну и, естественно, те мужчины, которые получают варианты какой-либо гормональной терапии или у которых происходит потери непосредственно яичка, также являются группой риска для потери фертильности, потому что понятно, что все-таки яичка 2. если одно яичко сохраняется, то все шансы иметь в последующем детей при естественном зачатии, они остаются у этих пациентов. При этом надо понимать, что эти нарушения, особенно касаемые опухоли яичка, рака яичка, они перекрещиваются с проблемой фертильности. Абсолютно большинство больных с наличием рака яичка, ну это максимальная цифра, которую можно найти, наверное, 83%, конечно, в среднем это несколько меньше, наверное, порядка 40-50%, пациентов исходно имеют атипичную спермограмму. Но опять же мы видели, я говорил о нормальной спермограмме, специально ее показав, что цифры потихоньку снижаются, и сегодня это вроде бы норма, а завтра это может быть, точнее, наоборот, сегодня это атипи, а завтра уже может быть и нормой. Поэтому вот эти вот колебания, что рассматривать как атипи? Конечно, полное отсутствие сперматозоидов встречается гораздо реже, но тем не менее надо понимать, что механизмы развития рака яичка и инфертильности, они, наверное, на молекулярном уровне где-то пересекаются и имея достаточно типичные, во всей видимости, мутации, которые могут в том числе передаваться и по наследству, мы имеем вот перекрест вот этих двух ситуаций. Тем более, предлагая, опять же, агрессивное лечение, мы усугубляем эту ситуацию. Но то же самое можно наблюдать и при лимфоме Ходжкина, также низкая подвижность сперматозоидов, которая сопровождает течение болезни у этих больных. Возможно, это следствие непосредственно так называемых паранеопластических процессов, но также нельзя исключать и определенный перекрест в молекулярной ситуации. Воздействие лучевой терапии приводит практически уже в небольших дозах потери сперматогенеза, который у ряда пациентов в последующем восстанавливается. Обычно восстановление происходит через 10-24 месяца, то есть происходит восстановление сперматогенеза. Если говорить о химиотерапии, она также достаточно токсична. Те основные режимы, которые используются при названных нозологиях, приводят к тому, что количество сперматозоидов становится значительно меньше и развивается достаточно выраженная патология сперматозоидов за счет повреждения хромосом, за счет в основном развития аневоплодии, в основном у детей до 18 лет, которые далеко не у всех после завершения химиотерапии восстанавливаются. И вот, наверное, самый главный вопрос, а возможно ли восстановление, то есть сохранение фертильности? Да, возможно. Но как оно возможно? Единственный достоверный путь сохранения фертильности – это на сегодняшний день криоконсервация спермы. Она должна проводиться пациентам до начала токсического или агрессивного лечения. На сегодняшний день, в отличие от женщин, показано, что гормональная поддержка у мужчин неэффективна и принципиально ее проводить нецелесообразно, особенно при достаточно серьезной и тяжелой химиотерапии. И, возможно, также другие методы – это забор непосредственно материала из яичка, возможно, криоконсервация – это стекулярные ткани, но это, так скажем, наименее используемые методы. Конечно, обычный сбор спермограммы путем мастурбации, криоконсервация, если это ретроградная эякуляция, то забор мочи после эякуляции у пациента и осуществление криоконсервации. Но все, наверное, на самом деле не так просто. Тем не менее, при том, что сперма уже изначально скомпрометирована, те манипуляции, которые мы с ними производим, носят еще дополнительные эффекты. Например, криоконсервация приводит к достаточно серьезным изменениям после того, как размораживают сперму, и те уже изменения, которые были, они, естественно, потенциируются за счет вот этого воздействия. Еще один очень важный момент, которым надо остановиться, что при всей доступности, простоте и ясности механизма сохранения фертильности у мужчин пользуются этим единицы. По мировым данным, в частности, в этой работе привлечено, что только 17% пациентов с первовыявленным раком используют технологии криоконсервации в последующем, а далеко не все из них используют это еще и после для оплодотворения яйцеклетки. Если говорить по поводу рака яичка, на самом деле, во-первых, это такая достаточно своеобразная когорта пациентов. Это всегда пациент на приеме с мамой, ну, крайний случай с женой, никогда практически не один. Это уже и в том числе психологически скомпрометированные мужчины. Они уже не готовы вступать в брак, они уже не готовы чаще всего вести адекватную такую доминантную мужскую позицию, за которой будет тянуться и решение всех остальных проблем. Ну и последний момент – это стоимость, о которой тоже не надо забывать. Если, да, там, естественно, инсеминация, она стоит не так дорого, то все остальные технологии последующие, после криоконсервации. Надо помнить, что за криоконсервацию и хранение спермы тоже надо платить. И это, в общем-то, достаточно дорогостоящие манипуляции. Поэтому на сегодняшний день есть, да, программы, но, опять же, еще немножко ниже об этом остановлюсь. Но по большому счету, абсолютному большинству это, наверное, и не по карману. И вот тот вопрос, который я как бы немножко пытался спровоцировать, но не стал развивать дальше, он достаточно грубый, но, тем не менее, а стоит ли вообще всем этим заниматься? И действительно, если для каждой конкретной пары рождение ребенка является чрезвычайно важным событием со всех сторон, то для популяции встает очень большой вопрос. Ну, у меня есть время немножко дополнительно, поэтому встает вопрос, а стоит ли это делать? На сегодняшний день понятно, что те дети, которые рождаются вследствие методов искусственного и таковправленного оплодотворения, имеют больше проблем, чем те, которые зачатые естественным путем. Это понятно, объяснимо, и это на сегодняшний день уже показывается цифрами. Понятно, что несколько лет назад, там, 10-15 лет назад мы еще не могли говорить об этом, только в 1978 году было первое искусственное корпоральное оплодотворение, и еще не было тех когорт больных, где можно было это адекватно и реально оценить. Понятно, что лет через 20 мы получим, наверное, уже более продолжительные исследования, более серьезные цифры, и все-таки мы, наверное, увидим те проблемы, которые несет искусственные методы оплодотворения. Но, тем не менее, я хочу показать эту икону больных раком яичка Лэнс Амстрон, который имел диссеминированный рак яичка, и, тем не менее, после тяжелого лечения, он 9 раз уже стал после этого чемпионом Тур-де-Франс, и при этом у него после этого родилось пятеро детей, а при этом двое из них были рождены за счет методов искусственного оплодотворения, и трое уже за счет самостоятельного естественного оплодотворения. Поэтому вопрос, наверное, сложный, и решая этот вопрос, всегда нужно доводить до пациентов всю информацию, не только позитивную, но и негативную. Если сказать о сохранении все-таки сексуальной функции, сохранении возможности эрекции, опять же, та же проблема. Далеко не все пациенты хотят этим заниматься. Ну, казалось бы, на сегодняшний день проблема эрекции у мужчины решена. Есть такое даже сленговое выражение, что мужчина на сегодня должен умереть с эрекцией. Никаких проблем в решении эрекции на сегодняшний день по большому счету нет. Другое дело, что какие вложения в это требуются? Психологические, физические, материальные. И поэтому, на самом деле, абсолютно большинство пациентов отказывается от дальнейшего продолжения половой жизни. Мы видим, что в этой работе за рубежом весьма небольшая доля пациентов вообще задумывалась о сохранении эрекции, а половина из них, понимая эту проблему, все равно не желали лечиться. Таким образом, на сегодняшний день говорят о том, что только 1% больных после радикальной простатэктомии, имеющих эректильную дисфункцию, прибегают к протезированию. При этом созданы специальные конструкции, серьезные конструкции для протезирования. Это целый бизнес, но тем не менее, его раскрутить невозможно. Почему? Как-то мне попался достаточно малоизвестный фильм Шоном Коннери, назывался он «Пять летних дней», где на экране в течение двух часов разворачивается такая тоскливая картина романа между Шоном Коннери и его якобы племянницей молодой, где в конце концов он своему товарищу говорит, тот восхищается его отношениями, завидует ему в этой ситуации, брутальные актеры, но он ему говорит, отведя его в сторону, так тихо, на ухо, говорит, я как ахиллес на Виагре. И поэтому все, что мы на сегодняшний день имеем, и репродуктивные технологии, и возможности компенсации сексуальной жизни и эрекции, являются те самые ахиллесовой пятой каждого конкретного пациента. И поэтому адаптация в абсолютном большинстве работает другим вариантом, она работает вариантом психологической компенсации, и абсолютное большинство больных не готовы к этим методам, о которых мы на сегодняшний день говорим, и не готовы это решать. И поэтому мне кажется, на самом деле, на сегодняшний день мы перетягиваем одеяло не в ту сторону, ведь человечество давно решило, что нужно в этом ситуации делать. Кто ставит эти вопросы? Вопросы ставят те, кто имеют проблемы, белое население. На сегодняшний день абсолютная проблема, угроза выживанию видов, видов белого населения. И поэтому очень важно сохранение репродуктивного здоровья. Мы пытаемся решать частные проблемы, мы стоим в репродуктивные центры, которые на сегодняшний день не решили проблему репродукции в Российской Федерации. Затратив огромные финансовые средства, мы не решили этой проблемы. Мы пытаемся осуществлять то же самое и с мужчинами, опять же, наверное, с тем же результатом. Тем не менее, понятно, что только оздоровление общества и создание абсолютно правильной психологической ориентации, в том числе и мужчин, является основным фактором профилактики всех тех вещей, о которых мы говорим сегодня. Спасибо. Мы сейчас предоставим слово Игорю Алексеевичу Корнееву, который официально имеет все основания для того, чтобы обсудить это сообщение. А потом, если будут вопросы, у нас будет время, чтобы мы не выбивались из регламента. Будем продолжать дальше. Пожалуйста, Игорь Алексеевич. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, большое удовольствие выступить на конференции. Очень приятно, что мы на конференции по сопроводительной терапии разбираем вопросы, касающиеся междисциплинарных аспектов, касающиеся взаимодействия специалистов-гинекологов, урологов, врачей общей практики. В докладе Игоря Михайловича прозвучало сегодня несколько, были показаны несколько слайдов по метаболическим нарушениям. Поэтому, наверное, правильно, несмотря на то, что конференция наша онкологическая и некоторые онкологические аспекты были освещены, задуматься о том, что во многих случаях онкологические заболевания не исключено и возможно, что и так являются следствием имеющихся и бывших ранее у пациентов метаболических нарушений. У нас достаточно большое количество есть обществ, находящихся под зонтиком российского общества урологов и не относящихся к нему. На конференциях этих обществ мы обсуждаем эти вопросы и становится понятно, что компоненты метаболического синдрома такие проблемы, как нарушение углеводного обмена, ожирение, гипертоническая болезнь. А у россиян, у мужчин российских, это очень часто встречающиеся распространенные состояния. У нас были анкетирования в Российской Федерации, проведенные под эгидой главного уролога Российской Федерации Дмитрия Юрьевича Пушкаря, которая показала, что с этими проблемами сталкиваются многие. У нас средний индекс массы тела, у мужчин, опрошенных в России, он больше 25. Поэтому избыточный вес, артериальная гипертензия, нарушения метаболические – это бич. И оказалось, что проявляются эти нарушения в первую очередь симптомами, которые являются симптомами урологическими, нарушением эрексильной функции, симптомами нижних мочевых путей. Появляются, вот Лев Михайлович об этом начал говорить сегодня, признаки того, что похоже, что метаболические нарушения и локальное воспаление, системное воспаление являются предпосылкой к развитию нового образования, как доброкачественной гиперплазии предстательной железы, так, возможно, и злокачественное новое образование рак предстательной железы. Поэтому, наверное, правильно будет, если в резолюции нашего сегодняшнего созидания, собрания и конференции будут какие-то послания, направленные на создание нормативно-правовых актов для информирования наших мужчин о том, что они под угрозой, под рисками развития такого рода нарушений и патологических состояний. Об информировании Александр Константинович говорил, наверное, это тоже один из важных таких аспектов. Мы имеем дело с онкологическими пациентами, которые в силу развития своего заболевания и лечения могут утратить функции, эректильную функцию, экулиторную функцию, фертильность свою. Далеко не всегда они полноценно информированы. Вот Александр Константинович сказал, что не все обращаются потом за этим, но мы не можем себе представить каждого индивидуального мужчину, насколько он реально может быть в этом заинтересован. Удивительно, протезирование полового члена по поводу утраченной эрекции после радикальной пастатоктомии в нашем отделении это мужчины около 70 лет. Да, их немного, да, они пожилые. Многим в голову-то не придет, что их это интересует. Интересует. Надо лично с ними об этом разговаривать. Я под впечатлением находился на консультации на прошлой неделе. Ко мне обратился мужчина, у которого рак единственной почки после радикальной нефректомии с противоположной стороны, тоже по поводу новообразования. Сейчас это метастатический рак, поражение легких, метастазы в кости. Он пришел для таблеток, чтобы улучшить эректильную функцию. И вот это единственный повод был консультации уролога. Поэтому мы должны с вами рассматривать каждого пациента индивидуально, информировать его и раскладывать перед ним абсолютно весь арсенал имеющихся у них средств. Захочет воспользоваться. Это его право, его деньги, его желание, его половой член, с которым он либо умрет в состоянии эрекции, либо это уж его право, что он с ним будет дальше делать. Давайте им эту возможность предоставлять и информировать их об этом. И еще комментарий в отношении рака яичком. Сегодня об этом уже было сказано. Такое ощущение, что недостаточная настороженность есть у специалистов, которые работают с мужчинами, обращающимися в центры и к специалистам по поводу мужского бесплодия. С огромным уважением отношусь к специалистам-гинекологам. Очень рад, что здесь они присутствуют. Практически каждый день на приеме я слышу о том, как мужчины рассказывают о том, как гинекологи комментируют их спермограмму. Давайте сделаем акцент на этом. Ведь мужское бесплодие можно рассматривать как один из компонентов тестикулярного дисгенеза, нарушения взаимодействия между клетками сертоли и клетками лейдига. Мужское бесплодие – это одно из проявлений этого синдрома, равно как и аномалии развития уретра, как тестикулярный микролитиаз. Но еще одним проявлением может быть рак яичка, карцинома инситу, который даже не всегда пальпируем. Поэтому мужское бесплодие – это стикулярный микролитиаз билатеральный. Согласно рекомендации Европейской ассоциации урологов является обязательными условиями для проведения билатеральной биопсии яичка. Поэтому, пожалуйста, любому бесплодному мужчину давайте рекомендовать ему консультацию уролога-андролога для того, чтобы исключить наличие онкологических заболеваний, которые реально угрожают его жизни. Но это в порядке комментариев того, что было сказано. Но мы начинаем обсуждение. Может быть, будут вопросы, уважаемые коллеги, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопросы. Вы не уходите, пожалуйста. К сожалению, нету стула здесь. Но микрофон. И к Александру Константиновичу можно сразу отвечать. Но, господа, извините нас, но мы должны все-таки придерживаться каких-то временных рамок. Поэтому давайте так. Короткий вопрос, короткий ответ. У меня вопрос к Александру Константиновичу. Спасибо большое за великолепное сообщение, великолепный доклад. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о том, что есть ли о отдаленных последствиях оплодотворения женщин, именно замороженной спермой, взятой у онкобольного. А нет случайно данных о наследовании, может быть, каких-то заболеваний после того, как ребенок начинает расти, вырастает, или еще пока данных таких нет? Спасибо. Я специально оговорился, что очень маленькие сроки пока еще, по большому счету, и больших когорт, которые просмотрены хотя бы как минимум на протяжении 20-30 лет, их на сегодняшний день нет. Поэтому в основном тот материал, который есть, он касается раннего периода после родов, обычно 3-5 лет, где оцениваются непосредственно уже врожденные дефекты, которые значительно превосходят частоту в той популяции, где беременность достигалась естественным путем. Позвольте, я тоже сделаю небольшой комментарий в ракурсе этого вопроса. Действительно, есть такие данные, но в целом частота, хоть и достоверно может отличаться у детей, рожденных после ВРТ, но частота остается не очень большой. Мы поговорили сегодня об информировании. Большинство супружеских пар принимают эти риски. Они настолько хотят иметь детей, что они согласны с тем, что частота врожденных дефектов может быть больше. Но это по разным системам и органам, это может быть по-разному. По регистру Южной Австралии, по рожденным патологии органов дыхания, меньше риски развития детей, рожденных после ВРТ. И вопрос в том, метод ли это, который приводит к такого рода дефектам. Или изначально супружеская пара имела какого-то рода дефекты, которые в том числе проявились и фертильностью, как раз то, о чем вот только что расшел разговор, синдром постикулярного дисгенеза, которые по наследству также оказались связаны с другими проблемами. Поэтому будущее покажет, посмотрим. Сейчас очень, некоторые сады очень внимательно следят, вот скандинавский регистр есть большой, внимательно следят за судьбой детей, рожденных после ВРТ. Я думаю, что нас ждут еще новые данные. Можно мне комментарий? Все-таки мы должны понимать, что мы говорим, конечно, об ответственности родителей. Родители на этом этапе готовы на все, потому что у них есть цель. А вопрос-то станет следующий, а кто будет оплачивать лечение тех проблем, которые развиваются после развития вот этих вот проблем у детей? Кто их будет содержать? Поэтому вопрос очень сложный. И понятно, что решений на сегодняшний день просто нет. Конечно, просто информация должна быть полная у этих пар. А вот Станиславовна, пожалуйста. Альцин Константинович, я просто комментарий небольшой по поводу вашего мнения, стоит ли этим заниматься, зачем этим заниматься. Лучше, я имею в виду, креоконсервировать сперму и проводить вспомогательные репродуктивные технологии. Ну, я соглашусь, что нам надо информировать пациентов полностью, а не решать за них, что нам делать и что не делать. Вот наша задача их информировать, а пациент уже сам выберет. К вопросу о дорогостоящих методиках. Ну, креоконсервация спермы стоит порядка 5 тысяч и хранение 6 тысяч в год. Я думаю, что это не очень дорогостоящая методика. Что касается программ вспомогательных репродуктивных технологий, да, конечно, но они развиваются стремительно. И на сегодняшний день то, о чем вы говорите, при мужском бесплодии, при тяжелых формах мужского дисплодия, да, бывают проблемы с детьми. Но у нас в руках есть сегодня преимплутационная генетическая диагностика, когда мы можем на этапе эмбриона, до переноса эмбриона, посмотреть хромосомный набор, посмотреть моногенные определенные заболевания. И мы активно это используем. Да, это стоит дорого. Не каждый может себе позволить, но мы можем это предложить пациентам. Пренатальная диагностика тоже у нас в стране развита очень хорошо. И последнее, что мне хотелось сказать. Ну вот это наш опыт. У нас порядка 60 образцов спермы онкологических пациентов. Из них 7 человек родили здоровых детей. Учитывая то, что мы как бы не профильное учреждение, но это шанс нашим пациентам родить здорового ребенка. Все дети здоровы. Спасибо. Можно я короткий вопрос? Игорь Алексеевич, последний. Для гинекологов, с какого возраста по закону или где-то прописано, можно криоконсервировать сперму? Есть ограничения по возрасту? Или можно разрешение родить или что-то? Нигде не прописано совершеннолетие. 18 лет, наверное, нужно рассматривать как пороговое значение. У нас внутри нашего общества, российского общества урологов, были реально скандальные ситуации, тяжело переживаемые в сообществе профессиональном, когда один известный уважаемый уролог провел научное исследование, где привлекал для контроля спермограмму мальчиков, которые не стали совершеннолетними. Это получило большой резонанс. И вот, скажем так, после этого стали специалисты очень осторожны в отношении применения такого рода исследований и вообще подключения этих ресурсов для решения проблем. Поэтому нормативно-правовой базы актов, которые бы регламентировали это и которые мы могли бы исследовать, мне об этом ничего не известно. То есть этого возраста нет, а в принципе, чтобы быть еще до 18 лет, согласие родить. Совершеннолетнего, наверное, он должен принимать решение. Это сам имеет на это право. Согласие родителя. Ну, наверное, будем пытаться медицинские аргументы выводить перед юридическими для того, чтобы помочь нашим... Спасибо. Спасибо Игорю Алексеевичу и Александру Константиновичу. Это было очень интересно и действительно очень хорошо, что у нас называется «Женское и мужское здоровье» и обсуждается под одной крышей.